Краснознаменный орден Октябрьской революции президентский полк ведет свою историю с 1936 года. Военную часть или по-другому Кремлевский полк на службу направлены 10 призывников из Ульяновской области. Требований к новобранцам много. Отсутствие судимости, идеальное состояние здоровья, рост не менее 180 сантиметров. Мы знаем, что нам пришлось пройти в некоторую степь через тернистый путь отбора, состоящий из нескольких этапов, а именно медкомиссия, различные собеседования, психологические тесты и тому подобное. Ну и сам факт прохождения военной службы в Кремле, историческом и политическом центре нашей Родины, он, конечно, не может не радовать и дает повод гордиться. Попрощаться с детьми приехали родители. Мама и папа горды за своих сыновей. Ради спокойствия детей женщины держится стойко. Однако внутри, как поделилась мама будущего солдата Ольга, бушуют эмоции. Внутри, с одной стороны, была какая-то определенность, то, что из такого числа именно выбрали его. Происходила и гордость, и волнение, и радость за него, то, что именно он на данный момент добился того, что он именно туда попал. Проводить призывников на службу приехал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Вы будете отважны. Вы будете всегда помнить, что за вашими спинами вся страна. Ваши родные, ваши близкие, для которых теперь вы настоящая защита. Наших ребят всегда с радостью ждут во всех родах и видах войск. Потому что знают, что ульяновские парни никогда не будут. От главы региона призывники получили ценные подарки – наручные часы. Перед всеми новобранцы произнесли слова клятвы. Защищать родину – главное призвание военных отечеств. Александра Никитина, Владимир Куликов. Новости Улправда ТВ.